В сети активно обсуждается так называемый захват силовиками Красного Костела. Отрывки видео, снятые накануне вечером, в интернете квалифицируют как покушение на святыню. Что на самом деле происходило на площади независимости во время очередной акции протеста? Хронология событий в нашем следующем материале. 26 августа. Вечер. Площадь независимости. Несколько сотен протестующих собираются на излюбленном месте. Собираются, нарушая закон. Уважаемые граждане, вы нарушаете действующее законодательство. Убедительная просьба разойтись. Разойтись митингующих призывает неоднократно, но, как и каждый раз, реакция на просьбы правоохранителей теряется в криках солидарности. Между тем, ни о каком разгоне, а тем более о хапуне, речи не идет. В толпе несанкционированной и стихийной спокойно работает ОМОН. Но так ведь неинтересно. Совсем другое дело эти кадры. Они-то и разлетелись в сети выгодными обрывками. Протестующие вдруг бросаются в рассыпную часть людей в красный костел. Остальные выбегают на проспект. От кого и куда так стремительно убегали люди и почему в качестве укрытия вдруг выбрали костел? Вопросов и правда больше, чем ответов. Очевидно, одно ставка на религию сработала. О ситуации высказался даже глава католической церкви в Беларуси. Насколько ту самую ситуацию было видно из-за границы, именно оттуда комментировал блокирование людей в красном костеле Тадеуш Кондрусевич. Вчера вечером в районе площади независимости у Красного костела группа граждан организовала несанкционированное массовое мероприятие. На неоднократное требование по громкоговорящей связи о незаконности данного мероприятия и просьбе разойтись, граждане действовали агрессивно. В этой связи с целью изъятия наиболее активных граждан, нарушающих законодательство, было принято решение о проведении мероприятия. С целью их же безопасности были перекрыты лестничные марши в торговый центр столицы, а также прикрыты двери внутрь Красного костела. Так как там находились граждане, которые не участвовали в данном мероприятии. Наши действия были направлены прежде всего на защиту граждан, находящихся внутри костела и не участвующих в политических процессах, а также защиту самого костела, являющегося духовным наследием Беларуси. После того, как группа граждан была расхредоточена перед передней площадкой костела, двери в костел были снова открыты, и все желающие могли входить и выходить из данного здания. Хотелось бы отметить, что граждане сами закрывали данные двери непонятно по какой причине. Хотелось бы подчеркнуть, что никаких действий сотрудникам отряда внутри костела не проводилось. Все, кто хотел выйти из костела, имели свободный выход из данного здания. Едва стемнело и митингующих на площади не осталось. Протест рассыпался так же быстро, как собрался. Тех, кто вступал в открытую конфронтацию не с ОМОНом, а с законом, задерживали правоохранителей, но быстро отпускали, порой проявляя завидную сдержанность. Блокировка митингующих, посягательство на святое, массовое задержание. Передергивать факты нетрудно. Только стоит учитывать, белорусы умеют смотреть, слушать, фильтровать. Продолжение следует...